Санкт-Петербург 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 Который традиционно считается покорителем плавающих и утешения. С момента своего основания Петербург был известен у молоднейших. Их вызывают циклоны и палки. Правда в наши дни эта проблема решена. Около города построен комплекс защитных сооружений. Поэтому неожиданные подъемы воды в Неве жителям уже не угрожают. История рассказывает, что еще до появления Петербурга... ...каком наружении в Кенове ходили страшные слухи. Именно об этом месте был снят популярный в 90-е годы прошлого века сериал «Петербургские тайны». По сюжету которого в подземелье круглого канала ограбили и убили от другой скидки. Только после того, как под туннелем просела на столе и на месте площади труда, которая была построена над ней, образовалась огромная дыра, большая часть подземного канала была засыпана. Мы проходим рядом с созданием зеленого древеского театра. А его можно узнать по белым аналичным параметрам, белым же элементам декора и светло-зеленому цвету стекла. Он входит в число империаловских театров России. На месте нынешнего Мариинского театра располагался театр. Цирк сгорел. На и власти десятилетия спустя состоялся первый в мире телепоказ «Помена» на Марте и Дэн. Так что, следите за это, театр приготовил для вас еще много интересного. Признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев извинится не ам. Среди хорошо видно светлозеленый шпиль торгового дома «Эстерс» и «Схейфанс». Выходящего окнами на набережную реки Морьки, рядом с красным мостом. Сложные иностранные армии имена и мемашьи открыт делом, выписанные золотом на французскую структуру. Вместе с военными тут также размещаются. Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Особенность сектора главного штаба – Карл Замонский. Сложение считается уникальным и было очень сложно объединить разрозненные дома на берегу Мойки и на дворцовой площади в единый комплекс. От некоторых домов составляли только как так, а на длинные фасады строились. Этот фасад главного штаба имеет форму дуги протяженностью более полукилометра. Выделяется мощное, строгое здание главного назначения – серого цвета с широкой коломатой. Его интерьеры, напротив, контрастируют со стройким фасадом. Например, операционный зал площадью свыше 3000 квадратных метров – самый большой Петербург. И наравне с традиционными для города улицами и проспектами Петербург прорезают реки и каналы, которые сейчас используются в основном для туристических прогулок. А пару веков назад… ...графо-аттракция, в котором сейчас находится Большой драматический театр именно в основном. Театр был организован в начале 20 века при непосредственном участии писателя Максима Петербурга. Оно было объединено в эксплуатации как электростанция Бельгийского общества электрического освещения. После открытия там была запущена первая в Петербурге паровая машина. Электростанцией города называют «Спящий слух», который посвятил стихотворению «Я помню чудное мгновение». На левом берегу фонтанки видно большое желтое здание столов. Это бывшая Абуховская больница. Одна из первых больниц в России, открытая в конце 18-го, на которых жители безумеятно ездили по своим диванкам или просто трогались. Мы входим в семян канал. Большой канал, соединяющий перегонную и внутреннюю. Обратите внимание на арту галерею на дворе. Она располагается одежды сторонами старого трех этажа и трех этажного театра. Когда галерея была построена, завистники пытались активитать архитектора в глазах заказчицы и генеральницы Петербурга. Петербург или звезды с украинцами. Абуховская петербурга. В этом году второй расследователь в Санкт-Петербурге приказал, кто в галерею грандиотерапию смену господин для влашения. Самословное желтое название – это «Мостер-галере». Это «Мостер-галере». Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok